Нам в комментариях под одним из наших видео написали очень актуальную тему, чтобы мы ее раскрыли, это как не перегореть новичку. Альберт, ты как тренер, у тебя очень большой опыт работы со спортсменами, тем более с новичками. Это для тебя, знаешь, ты как соль на рану. Ну, давайте классифицируем людей. Давай. Есть люди, которые пришли просто для себя позаниматься фитнесом, их не берем. Мы говорим сейчас про тех людей, про тех молодых ребят, которые хотят достигать успеха в спорте. То есть это потенциальный спортсмен, потенциальный чемпион, да, и вот мы рассматриваем его как человека, который хочет получать какие-то результаты. Итого, приходя в зал впервые, я для себя сразу делю людей на две категории. На тот, кто пришел просто потусить и на того, кто реально пришел сюда что-то делать. Так вот, у этого парня часто бывают разные проблемы начинающих людей. Всегда есть какие-то проблемы, просто они по незнанию там. Либо начинают, что делать? Очень много тренироваться. Это первый пункт, это перетренированность, да? Очень много тренироваться нехорошо. Почему? Потому что организм должен отдыхать. Ну, то есть в любом случае вы должны отдохнуть. Будь то набор массы, будь то это бег будет, все что угодно, вы должны отдохнуть, потому что ваш организм должен восстановиться. То есть должна произойти процесс восстановления всех внутренних органов, процессов, да, состояние нормы. И снова можно его загружать. Если вы будете постоянно нагружать, потом еще раз нагружать, потом нагружать, организм скажет, эй, эй, парнишка, подожди, иммунная система ему скажет, бай-бай. Ну, центральная нервная система тоже? Расскажу про себя. Решил я тут кроссфитом позаниматься, думали на соревнования пойти. И вот мы с моим товарищем, с Димой, начали меня гонять. Я совсем не кроссфитовец, вообще далеко от кроссфита. И он меня начал гонять как кроссфитовца. И мы тренировались там по две тренировки в день, такие, что, блин, я тут реально играл, и блевал, и бегал, и похудел. И вообще, через две недели ровно мой организм просто сдался. Вот просто сдался. Он раз, и отказался работать. И я в больничке приезжал две недельки под капельницей, потому что меня откачивали. Так что вот мой организм не был готов, поэтому надо постепенно, надо ему давать отдыхать. И я теперь уже никогда в жизни не займусь вот такой вот издевательством над своим телом, потому что это было включено сразу диета жесткая, потом было включено сразу тренировки и функционал, и все это было как-то вот как у профессионального спортсмена. А я в то время не был готов к таким нагрузкам. Я жрал пирожки и булочки, а тут раз отказался от всего жирного, сразу перешел на все правильное. Особенно говоря, ты только что себя сравнил, ты как был новичком в кроссфите, да? Да. Что посоветуешь от новичкам для единоборств? Обязательно берегите себя от ударов. Если у вас болит кисть, не надо ее добивать. Болит нога, не надо ее добивать. То есть у нас очень часто проявляются гематомы, ушибы, травмы, локтевые, сустав, колени, мениски, блин. Где-то что-то дернули в борьбе, где-то что-то полетело. Не добивайте себя, спину дернули, ну отдохни, хватит бороться. Пусть она пройдет, потом будешь как бы работать с ней. Это что касается непосредственно травм каких-то таких, да, физиологических, ударных там. Есть моменты такие, как вот ты правильно сказал, когда мы за кадром были. Это слушать тренера, да, вот тренер человек более опытный, чем ты, и он тебе ерунда не подскажет, как бы. Ну, если ты ему, конечно, что-то плохое не сделал. Вот, не заплатил за тренировки. Как минимум. Поэтому вот я попросил добавить в пункт человека Арсений. Давай, я даже этот пункт прочитаю. Слушай тренера, чтобы не получить травму в скобочках Арсений. Арсений. Это такая рубрика, интересная рубрика. От Альберта, жизненные ситуации. Это жизненная история, правдивая просто, да, их не берет фонаря. А вот Арсений был парниш, очень перспективный, шикарно работал по боксу, классно двигался, вообще красава, все. Но я ему не давал драться, вот просто не давал. Ну, я считал, что ему рано идти в октагон. Вот мое мнение, да, такое, ну, чувак тебе рано, чувак тебе рано. В зале пока да, но туда рано, а он хотел вот стать великим чемпионом, всех ломать, я готов, мне 18, эй-эй-эй-эй-эй. Есть у нас тоже парень такой, Витя, который постоянно участвует в боях, он там выигрывает, проигрывает, выигрывает. Витя вообще шальной, дурной, мы его не трогаем, он скан на своей волне. Вот, но тренируем его. Все любим, уже приняли таким. И Арсений молодой, поэтому я ему не давал таких решений. И вот как-то вот он там, Витя, давай, поведи меня. Я об этом узнал, ну, спустя где-то недели-полторы до меня пришел этот стух, никто мне не хотел палиться, что Витя потащил Арсения на бои. И так они пошли драться в заведение. Я посмотрел на этот бой, и мне очень жалко было Арсения. Он держался первые 30 секунд, а потом, ну, вот просто, вот, вы представьте, что человека просто избивали. Вот его избивали технически долго, красиво и долго. И закончилось это шедевралным нокаутом с левой ноги голенью в нос. И этот нос был всажен ему аж по самой немогу, сломан, переломан. И Арсения с тех пор, уже как полгода на тренировках нет. Потому что Арсений ездит по больничкам. С одной больнички в другую больничку, с одной больнички в другую больничку. Лечится и делает свой носик. Почему? Потому что надо слушать тренера. А потом мне пишет, ну, я хочу очень сильно драться, порекомендуйте мне хорошего врача. Я понял. То есть, давай немного разберем ситуацию, которую я лично видел. По поводу неправильного выполнения движений, каких-то там этих. Я лично видел, как некоторые ребята самодорабатываются без тренера. Делают какие-то там, тягают тяжести. Это самое распространенное. Учатся по ютубу. Да, да, да. Тягают тяжести, начинают делать там становую тягу, либо что-то еще. Делают нахрен поясницу. И, условно говоря, отлетают, вылетают из тренировочного процесса. Всегда лучше подойдите, как в одном из наших роликов. Альберт говорит, спросите у тренера. Задайте вопрос у тренера, как это делать правильно. Вам покажут технику. Для начала не рвите супер какие-то там овер веса. Какие-то там не впахивайте. По чуть-чуть все надо. Да, 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 да. По чуть-чуть изучите технику, а потом уже работайте. Также аналогично и в единоборствах спарринга. Не лезьте, спарринговать сразу. Все постепенно, все постепенно. Есть люди, они приходят, я хочу драться. Говорю, нет, я хочу драться. Нет, даже просто спарринговать. Нет, вот нет и все. А он обижается. Он думает, что вот я, короче, какой-то блин, Рагуль. Ты мне тут запрещаешь. Я сейчас буду. Но ты ему говоришь нет, не потому, что он какой-то ненормальный. Потому что ты сейчас выйдешь и травмируешь себя. И больше не придешь. Ну, по факту тренера. Да, особенно когда вот яркий момент тоже у нас тут был и Сережа, ему было туда 14 лет. И они просто работали. Говорю, оденьте шлема. Ой-то, что ты лепишь? Шлема, оденьте. Ой-ой-ой. Оденьте шлема. Через какое-то время я подхожу, у меня весь ринг в крови. У человека вот такое вот рассечение. Я сажусь в машину, мы едем на 5 часов в трампун зашивать его к моему другу хирургу. Вот такая тренировка. Какой тренировочный процесс? Да он вылетел, я уже его не вижу на тренировках, наверное, месяца 3-4. Ребята, экипировка обязательно. Ссылки в описании под этим видео я всегда настоятельно рекомендую. Даже вот прошу, чтобы постоянно экипировались во всем. Шлем. Сюда же добавлю моего кума Пашу. Паша, здоровый дядька. Такой очень большой, мощный массажист. И они после тренировки решили побороться. Я говорю, да хватит, вы уже устали, вы уже все не чувствуете друг друга. Хватит. Пашка берет, бросает через бедро парня. Намного легче. Падает на него, лбом об лоб. У одного рассечение на лбу, у Паши такое хорошее. А у второго рассечение на глазу. Значит, одного в одну больницу, у второго в второмагонечку больницу. Потому что там сложнее зашивать глаз надо было. Вот так, за долю секунды, потому что побаловались. В общем, друзья, сдуру можно и хер сломать. Третий пункт, который ты вот просто тут выбрал, это баловать себя. Объясни мне немножко. Какое-то интимное ощущение. Кушать, что я хочу вкусненько, я себе разрешаю много. Потом я вернусь в процесс, я как бы восстановлюсь, и все будет хорошо. Должны быть такие паузы. Должны быть моменты, когда вы просто разрешаете себе отдохнуть. Очень многие это себе запрещают. Из-за этого себя травмируют, потому что они видят грани. Вот, перейти на что-то другое. Как правильно, это, ну, к примеру, если у вас очень жесткая диета, ну, там, в какой-то определенный день купите себе какой-то донус, там, шоколадку какую-то, да, побалуете себя, там. Есть еще очень такой момент, когда у тебя застой какой-то, не получается что-то. Блин, ну, пойди купи себе какие-то прикольные перчаточки. Займись тем, что ты посиди в интернете, поищу какую-то форму прикольную. Вот, сделай себе, да, сделай себе какой-то подарок, который заставит тебя, смотивирует, как бы попробовать еще раз что-то сделать. Да, там, снаряд какой-то новый прикольный, там, ну, мути, еще что-то такое. То есть вот такие вот маленькие подарки себе, вот какие-то промежуточные отдыхи, они очень сильно помогают в развитии. Я вот хотел бы добавить со стороны как профессиональных спортсменов, потому что все бойцы, которые хотят стать чемпионами, они, соответственно, смотрят на своих кумиров. Они видят, как они впахивают по 2-3 тренировки в генди. Но, друзья, учтите, это подготовка к поединку. Она идет месяц-два. А потом человек просто отдыхает. И это не означает, что для тех спортсменов-наичков, которые вот реально думают, что если впахивать по 2 тренировки в день, то ты будешь крутой. Нет, ты себя загонишь просто себя в одно место, и потом просто размотивируешься, потеряешь вот мотивацию. Ну, так снуть куда-то, уехать, блин. Многие спортсмены, они, конечно, у них там, условно говоря, 3 боя в год. Они там 2 месяца пашут, день дерутся, отдыхают. Там месяц, да, там. И так идет периодически. То есть они выгоняют себя на пик к самому поединку, и потом спускаются отдыхать. И так идет, получается, вот такими скачками. Они не постоянно 24, там, 24 на 7 круглый год на пике впахивают, впахивают, впахивают. Так что это такая, знаете, прям для вас очень серьезная информация. Не думайте, что все спортсмены профессиональные впахивают 24 часа в сутки, 2 тренировки в день, они себе делают отдыхи недельные, 2 недели, они отдыхают. Есть правильная просто система подготовки, циклы подготовки к соревнованиям. А про них мы можем сделать общий отдельный ролик, это отдельная тема. Музыциклы, макроциклы. Да, 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 то есть вот такие вот циклы. Это было видео про то, как не потерять мотивацию новичку, не перегореть и не, соответственно, как сказать, не убить себя в начальном тренировочном своем процессе, когда вы только познаете азы и там, условно говоря, учитесь. Альберт, тебе большое спасибо. Гуд, ты как всегда, знаете, самый лучший тренер. Переходим, тренируемся, достигаем результатов и не устаем. Да, не устаем и тренируйтесь с головой, как говорят некоторые спортсмены. FUA – тот самый магазин для спорта.